Приветствую всех, дорогие друзья. В этом ролике как всегда собраны самые интересные новости железа, поэтому досмотрите его до конца и не забудьте прожать 12 поточный лайк. И только с вашего позволения я начну со свежей информации про размеры чипов AMD. В твиттере появились красивые рендеры будущих чипов RDNA 3, которые выполнены с использованием последних утечек. Авторы этих снимков постарались сделать даже реальные размеры чипов, поэтому пробежимся по каждой из новинок. Navi 31 это конечно же флагманский графический процессор на RDNA 3 с 48 процессорами WGP, что дает ему 12288 потоковых процессоров. Он будет поддерживать 6 чипов MCD с кэшем, которые расположатся вокруг процессора. Наверное стоит отметить, что сама AMD уже давненько делала подобные конструкции, например Fiji и Vega, но здесь это не память, а контроллеры и Infinity Cache. Navi 31 будет иметь размеры кристалла GCD от 350 до 370 мм квадратных, тогда как все вместе должно иметь размеры от 590 до 630 мм квадратных. Далее в линейке будет идти конечно же Navi 32, который очень похож на Navi 31, но имеет меньше MCD и ядер. Этот чип должен получить до 32 WGP или до 8192 потоковых процессоров. Ожидается, что он будет иметь площадь около 440 мм квадратных, из которых 260 это GCD. В свою очередь самый младший Navi 33 будет не сильно меньше Navi 32, однако тут не будет никаких чиплетов. И кроме того он использует не 5 нм техпроцесс CSMC, а только 6 нм. По сути это означает, что GPU может быть дешевле в производстве, однако монолитная компоновка делает его размеры практически такими же как у Navi 32. Таким образом все прорывные технологии должны быть в топовом и притоповом сегменте, а среднячок будет уже попроще. Также напомню, что ранее ходили слухи, мол младшие видеокарты нового поколения AMD будут построены на архитектуре RDNA 2. Такой ход по сути позволит AMD сделать больше видеокарт, так как 5 нм все таки не резиновые, а если быть точнее, то не резиновая TSMC. Но как оно будет на самом деле мы узнаем уже после анонсов. Сами же видеокарты RX 7000 на RDNA 3 должны быть представлены в четвертом квартале этого года. Пока ожидается, что Navi 31 будет первым, а уже со временем выйдут продукты на Navi 32 и 33. Между тем на Алике RTX 3050 продается уже по 24 тысячи в исполнении от Galaxy, а в описании я оставил ссылки на нее и на различные RX 6600. Компания AMD представит в будущей версии драйвера Adrenaline новую функцию AMD Noise Suppression. Информация о ней появилась свежим видео производителя на его официальном канале, но вскоре видео сделали закрытым. И судя по всему кто-то из сотрудников просто опубликовал его раньше времени. Но один из пользователей Reddit успел посмотреть видео до того момента как его закрыли. С его слов AMD Noise Suppression это новая функция, которая располагается под настройками звука и видео в интерфейсе драйвера. Если же нажать на ярлык Noise Suppression, то произойдет установка нового виртуального звукового устройства, которое можно использовать с различными приложениями. В своем видео компания также сообщает, что функция Noise Suppression использует алгоритмы искусственного интеллекта для эффективного снижения шума. Ну и конечно же из такого описания можно предположить, что AMD разработала свою альтернативу технологии Nvidia RTX Voice. Если кто не знает, то данная функция предлагает интеллектуальное шумоподавление, которое улучшает качество аудиосвязи за счет использования алгоритмов искусственного интеллекта. По словам Enthusiastic Citizen, который в последнее время тестил Raptor Lake, Intel назначила дату запуска 13-го поколения. Говорится, что процессоры Raptor Lake будут запущены 17-го октября, то есть почти через три недели после официального анонса. В этот день Intel выпустит процессоры из серии K вместе с высокопроизводительными материнскими платами на чипсете Z790. А вот младшие платы с остальными процессорами Intel якобы планируется выпустить в начале следующего года в рамках выставки CES. Помимо этого в сети появился тест Core i7-13700K в составе платы Z690 Steel Legend от ASRock с памятью DDR4. По данным теста процессор имеет 16 ядер с поддержкой 24 виртуальных потоков, то есть это восемь нормальных ядер Raptor Coff и восемь малых ядер Gracemont. Средняя тактовая частота процессора в тестах Geekbench составила 5,36 ГГц, а максимум был зафиксирован на отметке 5381 МГц. Своего предшественника 12700K новинка обошла на 10 процентов на ядро и на 17 процентов по всем ядрам. И также многоядерная производительность 13700K оказалась чуть выше чем у флагманского Ryzen 5950X. Но в очередной раз отмечу, что дикого прироста в играх пока не ожидается, а на красивые цифры отчасти влияют малые ядра. Новые процессоры Raptor Lake не помогут Intel остановить расширение ее главного конкурента. Аналитики VetBush считают, что AMD продолжит наращивать долю рынка CPU в течение текущего и следующего года, а у Intel вряд ли получится их остановить до конца 2024. Также говорится, что в целом на рынке AMD будет чувствовать себя хорошо, превосходя конкурентов. Правда источник не уточняет, каких именно конкурентов и в чем, так как даются и хорошие прогнозы в адрес той же NVIDIA. Еще аналитик VetBush назвал AMD одним из сильнейших игроков полупроводникового рынка, но что будет с долей компании после 2024 года аналитики пока не прогнозируют. Компания EK Waterblocks выпустила систему охлаждения для твердотельных накопителей под названием EK Quantum Convection M.2 NVMe. Вопреки основному профилю производителя, новинка представляет собой пассивный алюминиевый радиатор, выполненный в стиле водянок EKWB. Радиатор подходит для использования с односторонними и двухсторонними SSD формата M.2 2280. Но поскольку конструкция у радиатора закрытая, то он поддерживает установку твердотельных накопителей в разъем M.2, высота которого не более 4,2 мм. Золотую версию радиатора компания оценила в 35,90 евро, а все остальные предлагаются по 31,90 евро за штуку. Министр торговли США Джина Раймонда уже давненько агитировала законодателей быстрее принимать комплекс мер по поддержке национальной полупроводниковой отрасли. А на этой неделе она припугнула сенаторов угрозой глубокой и моментальной рецессии в случае утраты доступа к мощностям тайваньских партнёров. По её мнению, все критически важные полупроводниковые компоненты нужно выпускать на территории США. А утрата доступа к каналу снабжения из Тайваня, по её словам, означала бы появление существенных рисков для национальной безопасности. В настоящий момент, как уточняет Раймонда, США до 90% выпускаемых передовых чипов получает именно с Тайваня. Но и власти США в последнее время демонстрируют озабоченность риторикой КНР, которая отказывается признавать независимость Тайваня. Компания TSMC собирается построить к 2024 году предприятие по контрактному производству чипов на территории Аризоны. Однако продвигаемая властями страны инициатива по субсидированию национальной отрасли на 52 млрд долларов до сих пор находятся в стадии обсуждения. А руководство TSMC уже не раз отмечало, что затраты на стройку в США оказались выше ожидаемого уровня и потому компания рассчитывает на получение какой-то компенсации от государства. Без подобных же предприятий на территории США, как резюмировала Раймонда, страна будет слишком зависеть от других государств. Фанатский портал WoWhead обратил внимание, что в разделе World of Warcraft Classic на офсайте Blizzard ненадолго появилась источная дата запуска в расу The Leech King Classic. Как стало известно благодаря утечке, Leech King планируется к запуску 26 сентября, что вполне сходится с другой информацией от инсайдеров Варкрафта. Нам обещают одноразовое повышение уровня до 70-го и возможность поиграть за Рыцаря Смерти с самого старта. Отмечу, что в оригинале нельзя было создать Рыцаря Смерти просто так и по моему требовался один персонаж 70-го уровня. Помимо этого обещают знаковые подземелья и рейды, а также бесплатный доступ по подписке World of Warcraft. И если учитывать популярность Лич Кинга во времена его выхода, то наверное этот патч будет самым популярным среди новой линейки WoW Classic. Правда приобрести из России подписку WoW сейчас достаточно проблематично, но обходных путей на самом деле очень много. На этой же прекрасной ноте сегодняшний выпуск новостей подходит к концу, поэтому хочу сказать большое спасибо, что досмотрели его до конца и надеюсь поддержали прожатым лайком. Также отдельное спасибо всем, кто финансово поддерживает канал подпиской на бусти, переводами на карту или через спонсорство на ютуб. До скорого, друзья.